Т-26Е5 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 Все очень комфортно, ну а что касается УВНов, я уже отдельно отметил. Что касается пробития, не идеальное, 221 единица, в принципе, комфортно. Если вдруг не хватает, включайте кобулятивное и тогда практически гарантированно пробивайте всех, кого необходимо. Если прям уж совсем не справляетесь, вы можете поставить себе калиброванные снаряды. Но, ребят, в таком случае у вас будет чуть более 6 секунд времени перезарядки и на 200 единиц меньше ДПМа. Я именно из этих соображений поставил себе на досылатель, для того, чтобы все-таки чаще стрелять. Плюс к тому, ребят, с учетом скудности бронирования машины и существенной прибавки к хпшке на 8 уровне, я поставил себе именно улучшенную сборку, для того, чтобы добавить себе 100 единиц к моей жизни. Ну что, ребят, то, что можно было кратко обсудить по машине, обсудили, а теперь давайте возьмем ее и выкатим в бой. Почему мне нравится Т26Е5? Я очень люблю активный геймплей. Мне не сильно нравятся тяжелые танки, которые медленно передвигаются. У шерифа подвижность есть. Да, пускай это не эстеха, передвигающаяся со скоростью 50 или 55 км в час, но в целом подвижности машины больше, чем достаточно для того, чтобы качественно отыгрывать. Что касается точности орудия и многих других показателей, сейчас будем все это дело заценивать. Но, ребят, забегая наперед, скажу, у меня никогда не было нареканий в отношении того, чтобы в кого-то попасть на дальних расстояниях, выцелить какие-то серые зоны. Короче говоря, в отношении орудия тоже все довольно-таки комфортно. Главное, что необходимо помнить, это то, что передняя часть вашего корпуса, да, в принципе, ваш корпус не является хорошо забронированным. Где у нас все? Почему у нас разброды шатания в команде? Не могут, ребята, определиться, куда им ехать. Поеду вместе со всеми, самому ехать куда-то. Желания абсолютно никакого нет. Ждем кого-нибудь. С кем можно поиграться в перестрелку. И давайте будем пытаться что-то сделать. Постой секунду на месте. Давай, поднимайся чуть выше. Покажи мне свою комп-башню или просто башню покажи мне в боку, для того, чтобы я мог попытаться реализовать точность. Как вы видите, попадаешь практически спокойно. Да, бывают какие-то рандомные там промахи, но все-таки не без подкруток, ребят, в нашей игре. И ультимативно точных орудий, ровно как и ультимативно непробиваемых машин, у нас в игре нет. Но в целом, в целом, ребят, очень даже себе комфортно получается. Так, заехали к нам. Это уже не очень хорошо. Отходим. Тыл, к сожалению, никто не прикрывает. Это не очень хорошо. Ну что, придется тогда нам этим заняться, что ли. Ну вот, ребят, та подкрутка, о которой я говорил, что не без нее в игре. Ну, классное орудие. Действительно, очень классное, очень комфортное, очень удобное, крайне быстро перезаряжающееся, позволяющее находить соперника в любых местах, выцеливать, даже если там где-то какой-то краешек, ком ваш не торчит. Мне лично из-за этого машина всегда и нравилась. И я не то, чтобы прям с пеной урта рекомендую всем ее приобрести, но обратите внимание на ценник и на состав того набора, в который входит данная машина. Он действительно стоит вашего внимания, он действительно позволяет отыгрывать, он действительно позволяет накидывать хорошее количество урона, он действительно очень комфортный в игре, и он, ребят, недорогой. Если вам нужна машина, на которой вы сможете фармить себе серебро, на которой вы сможете давать результаты, получать удовольствие, фаниться в игре, то эта машина однозначно, ребят, вам подходит. Ну, как минимум, исходя из того, что за 5,5 тысяч вы получаете годный набор, 30 дней према, и что самое классное в этой машине, так это то, что у нее хороший коэффициент фарма, у нее целых 175% доходности, а это действительно очень хороший показатель. Так, братка, давай сюда едь. Погнали, погнали, погнали. Сейчас, понятное дело, получим тычку, но вот этого брата мы однозначно отправим сейчас в ангар. Делаем один фраг, накидали уже, в принципе, немалое количество урона, перешагнули за отметку в 2000 единиц, а это немало, ребят. Ну и, в принципе, абсолютно не потея. Я, допустим, сейчас абсолютно не сосредоточен на бою, я больше сосредоточен на том, чтобы вам рассказать свои ощущения от данной машины. Если вы за честность автора, если вы хотите знать, как будет играться машина вашими руками, если вы средний игрок, обязательно, ребят, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я стараюсь специально для вас, и, поверьте мне, я в жизни никогда не порекомендую вам чего-либо из того, что может вас потенциально расстроить. Постой, пожалуйста, секунду, ладно, давайте голдой закинем, так, чтобы уже наверняк не буду играться с его компашней и ждать, пока он перезарядится. Ну, а теперь остается нам только воспользоваться нашей бешеной скорострельностью для того, чтобы накидать как можно больше урона и, возможно, даже сделать еще один фраг, если успеем. Нет, наверное, все-таки Шкода его доберет. Да ладно, успел таки. Итого, ребят, на нашем счету целых 4 фрага. На нашем счету более 3000 единиц урона. И при этом, ребят, я абсолютно не вспотел. У меня не болит спина, у меня не трясутся руки. Я не психовал, я просто получал удовольствие, просто ездил по карте, просто накидывал, просто получал удовольствие, фан, веселье, ну, все, что необходимо для того, чтобы проводить качественное время в игре. Итак, ребят, что касается фарма. С учетом активированного у меня пресс-аккаунта 100... Ой, господи, пресс. С прем-аккаунта, простите, 107 тысяч серебром. И это, ребят, при том, что я использовал голдовые снаряды, пополнение амуниции. Короче говоря, в отношении фарма все нормально, все круто. И даже если вы будете играть без прем-аккаунта, то, обратите внимание, вы бы получили за этот бой, ну, или я бы получил за этот бой 75 с половиной тысяч серебром. Это нормальная машина для того, чтобы на ней получать серебро, удовольствие, фан и веселье. Хотите себе такую? Приобретайте. Не хотите? Не приобретайте. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле, и отмечу еще раз. Я лично считаю данную машину мастхевом в ангаре начинающего танкиста, да и многих других танкистов. Спасибо большое за просмотр. Принимайте взвешенные решения. Подписывайтесь обязательно на канал. Всегда рад вам. И спасибо за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok